Мы поливаем, а там будет дождь. В крайнем случае на вечер обещали дождик. Дорогие друзья, добрый вечер. У нас вечер, теплый вечер. И быстренько хочу снять видео, еще раз показать вам такую красоту. Тепло, тепло и очень тихо. Целый день был такой ветер, а сейчас тепло. Почему быстренько хочу показать? Потому что у нас, ой, я хочу так повернуть. У нас там вот какое небо. Сейчас покажу. Вон там вертолет, смотрите. Это прогулочный, по-моему. Ну ладно, вертолет пусть летит. Смотрите, какое небо гремит. И я боюсь, чтобы этой всей красоте не пришел конец. Потому что если ветер, град бывает. Нам передавали, что град может быть. Так, поворачиваемся. Эти стрелы высокие. Может, кто его знает, какой дождь пройдет. У многих такой дождь, как стена был. Поэтому сниму вам вечером, вечерний сад, вечерний цветник. Вот эти колокольчики. Смотрите, как они распустились хорошо. Здесь красивые колокольчики, правда? А пойдемте покажу вам. Сразу барбарис покажу. Может быть, без солнышка покажет свой цвет. По-моему, он показывает. Ну, колокольчик, правда, очень красивый. Если он будет давать самосев, как мне писали, что может быть самосев. Смотрите, какой красивый розовый. Он не розовый, он сиреневый такой. Очень хорошенький. И пойдемте покажу, какой он некрасивый, когда отсветает. Единственный недостаток у этого колокольчика. Вот такой неопрятный вид имеет. Смотрите, это я показываю тем, кто не имеет такого колокольчика. Но хочет, будьте готовы к такому некрасивому виду. Вот, отсвел и все. Неряшливый такой вид имеет. Но может, ничего страшного. Это же я не подошла. Это он за день. Вчера еще был хороший, а сегодня уже отсветшие цветочки превращаются в такие жухлые. Возьмите ножнички. Я сейчас возьму ножнички, и будет вся красота. Это, в принципе, недолго. Это недолго. Дельфиниумы. Показываю вам свои дельфиниумы. У меня получается фиолетовый, синий такой, с голубизной. Вот там голубой такой. И еще один цвет был бы. Но я его рассадила. Я, по-моему, уже вам рассказывала. Рассадила, и он очень маленький. Такой низенький. Цветочки есть, цветоносы есть. Я потом цвет покажу, может быть, если не забуду. Но он очень маленький. Кстати, у меня вот колокольчик всегда растет. Я его убираю. Сейчас подойду. Вот. Убираю его. Ничего с ним. То есть я его уберу, а он вырастет. Смотрите. Вот, приближу. Но мне не нравится. У него листики. Видите, какие? Уже коричневые листики. Он цветет неплохо. Но все время ржавые листья. Болеет. Болеет и растет. Я его вырву, он опять растет. Видите? Смотрите, в какой тесноте. И опять вырос. Смешной такой. Смотрите, какой мискантузебринос уже. А там вот высокие такие метелочки. Это моя белая лилия. Белая лилия. Пойдемте покажу. Конечно же, нужно было мне сразу обрезать, а потом показывать колокольчик. Шикарный колокольчик. Сам по себе очень красивый. Смотрите, какой. Этот двойной я, по-моему, показывала в каком-то ролике. По-моему, показывала. Здесь три куста. Белый раньше всех зацвел. Там нижняя веточка очень красивая. Но опять же, нужно срезать. Срезать нужно. А я хотела завтра снять видео. Видео как бы завершающие или как про эти колокольчики. Но подумала, что дождь мне их испортит. И вот решила сейчас вам показать. Смотрите, какой цветочек. Вот он в бутоне. Чудо чудное. Покажу. Смотрите, какой бутончик полный. Плотный, плотный. Ну, прям розочка. А потом такой вид имеет очень хороший колокольчик. Красивый все. Но вот, пожалуйста, еще цветет. А верхние лепесточки уже превратились в такие. Не, ну, конечно. Я же говорю, это не сложно взять. Ну, я так и делаю. Вчера вечером я это сделала. Сегодня за день вот что получилось у нас. А ну-ка. Это, наверное, уже все семечко, семенная коробочка. Или просто семечко. Даже не знаю, какие здесь семена будут. Этот тоже очень красивый. По-моему, даже тройной два. И вот третий внутри. Но этот очень красивый. Они все красивые. Очень-очень. Все очень. Любой цветочек очень красивый. Вот так покажу издалека. Сейчас мне отсюда покажу. Такой чудный колокольчик. И опять я днем не подошла и не показала вам. А так получается уже вот он какой. Но все равно, я думаю, что вы представление имеете. Днем у нас очень жарко было. 30 градусов. Вон там покажу. Вот он. А этот тоже распускается. Покажу так. Хороший, хороший пиановидный мак. Очень симпатичный. Как я говорю, один раз посеете у себя. И будет у вас такая красота. Вот такой красивый. Хорошенький тоже. Вот так покажу. Настоящий пиончик, правда? Мне нравится он даже тем, что он сам сеется. А потом вы просто взяли и вынули его. И выбросили. Оставили, ну сколько вам нужно. Ну две, три. Вот такие маковки. Пусть засыхают. Где-то так, знаете. Я, допустим, отсюда буду убирать. Я отсюда буду убирать. Мне не нужно здесь. Мне нужно освобождать место. Потому что там лилий на подходе. Там еще у меня цветы есть. Еще будут. Потом вы увидите. Убираю. И как бы потом поднимаются еще цветы. А у меня, смотрите, там на грядке. Смотрите, у меня там на грядке вырос цветочек. Видите, мак. Я его оставлю на семена. Мне достаточно будет четыре маковки. И там дальше, возле стоянки тоже. То есть я оставляю там. Может быть, вот здесь оставлю. Вот здесь могу оставить. Эти маковки никому не будут мешать. Их не будет видно. А с фасада я, конечно же, уберу. Так и вы можете. Хотя я вам скажу, что они не портят вид. Портят вид листики. Маковка не будет портить вид. А будет портить вот эти листики. Начинает свисти мак. И начинают желтеть листики. Как бы моментально. Он непригоден к тому, чтобы его оставлять. И ромашка тоже. Ромашка уже доцветает. Меня спрашивали, она второй раз цветет. Нет. Это может быть и цветет. Я не знаю, если бы я обрезала. В общем, я вам скажу, я не пробовала. Не пробовала оставлять. Я просто подхожу. Беру так вот. Вот так беру ее. И вынимаю. У нее корень не глубокий. У нее такой корешочек, как у на перстянке. Ну, она сейчас хорошенькая, веселенькая. Но уже вот. Уже цветочки портятся. Но она дождалась мака. Правда? Смотрите, как хорошо. Хорошо. Покажу вам с этого ракурса. Так, ромашечка и маки. Эти маки, конечно же, они такие, знаете, как не бордовые, но темно-красные. Ну, красные. А тот мак восточный, он кроваво-красный. Как ионерский галстук был когда-то. Цвет такой. Покажу отсюда вам. Смотрите, как панорамно. Смотрите, как панорамно. Смотрите, какой шмель. У нас, кстати, их так много появилось. Ну, много это не значит, что они летают. Но я не первый раз его вижу. Не первый раз. На перстяночка здесь тоже. Ну, уже видите, где. Уже смотрите, какое расстояние. Вот так, 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 так. И вот здесь только наверху цветы. Вы посмотрите, сколько их еще будет. Заслуживает. Заслуживает она нашего внимания. Она труженица. Я вам скажу, на перстянка труженица, потому что стрела это основная. А вот, пожалуйста, боковые. Умничка. Умничка. Так смотрится арочка отсюда. И эта арочка, смотрите. Вот так она идет до половины. Вторая половина была роза красная. Быстрее всего, что фламентанс. А там мы срезали ветки ореха. И теперь будем выносить листья. Розочка. Это я вам показываю уже отсюда. Вот так картинку покажу. Давайте так еще покажу. Рынок. Там арочка. И теперь покажу вам эту розу. Это все супердороти. У меня в этом году только супердороти цветет. И роза аксцельза, которая на заборе у меня. Такой вид имеет моя гортензия. Крупнолистная. Я думаю, что это хороший вид. Правда? Я довольна. Я ее и в этом году довольна. Красавушка. Доброе утро. Мы после дождя. Дождя не было. То есть дождик был. Но ничего не случилось. Потому что дождик был еле-еле. Дождик был небольшой. Поэтому пришлось все равно поливать. Поливать будем. Розочка расцвела. Вот такая розочка. А это посаженная роза. Осенью сажала. Мария Терезия. Если я не ошибаюсь. У меня здесь три розочки. Одна из них уже расцветает. Мария Терезия. По всем понятиям. Такая хорошенькая. Это клумбовая. То есть невысокая будет. Маки. Маки продолжают цветение. Опять же говорю. Это временно. Временно маки. Маки сразу вырву. Даже не буду дожидаться. Вот эти маки. Вот эти маки. Я не буду ждать. Пока созреет маковка. Пока пожелтеет лист. Нет. Как только они отсветут. И я сразу же убираю. И здесь сразу освобождается место. Для моей красавицы розы. Вот она. Расскажу вам. Ничего подобного. Смотрите. Ничего никто не страдает. Никто никого не ущемляет. Плотная посадка. Да. Маки сами по себе. Роза сама по себе. Смотрите. Посмотрите на эту розу. Я так уже показываю вам. Вот она. Красотка моя. Это та роза, которая растет у меня. Это уже новый побег пошел. Вот и такая розочка. Это один куст. А это второй. Смотрите. Все с ней в порядке. Посадки загущенные. Да. Но цветы от этого не страдают. Никакой цветок у меня не ущемлен. Посмотрите на эти наперстянки. Посмотрите на эти дельфиниумы. В этом году больше цветов нет. Я уже, наверное, в прошлом видео, может, говорила, не помню. Но, опять же, не все смотрят каждый раз видео. Так я повторяюсь. В этом году только новые цветы. Колокольчики. Вот эти колокольчики. А цветы почему так буйствуют? Потому что им уже здесь посадкам, вот этого дельфиниума, где-то лет пять. И, конечно же, плюс дожди. Плюс дожди. Хорошая у нас... Во-первых, дожди. А во-вторых, благоприятная погода. У нас сегодня 31. При 31 он так расти не будет. А у нас весь май и половина июня, можно сказать, было 20-22. Это то, что я говорю, если бы у нас такая погода была всё время. Цветам это нравится. Дождик и 20 градусов. Это благоприятно для всех цветочков. Поэтому в этом году такой как бы лес дремучий. Ну, я же говорю, я же говорю, что цветы выросли. Вы же понимаете, что все многолетние цветы требуют пересадки, деления куста. То есть посадили, это не значит забыли. Он растёт сам по себе. Конечно, вот этот дельфиниум нужно только будет его обрезать, когда некрасивый лист. Сначала цветоносы обрезаю, потом листья все удаляю, потому что они желтеют. Вот, это да. Это я говорю про дельфиниум. На перстянке я вырву. Там, видите, уже совсем верхушка осталась. Подожду ещё, может быть, ну не знаю, пока вот, пока не вижу ужаса. Вот как только начнёт какое-то пожелтение, сразу убираю. Мне не нравится вот. И потом пишут, опять же, покажу вам, какая ситуация. Так, солнышко выходит, колокольчики. Смотрите, ещё какая красивая, какой красивый цвет на солнышке. То есть, я вам объяснила, на перстянку уберу, пока она вид имеет вот здесь, смотрите, в клумбе в этой, здесь листики нормальные. Пойдёмте, я вам покажу, пойдёмте покажу, как они чувствуют себя в другом цветнике. Сейчас так развернёмся. Вот, какие листики поеденные, страшные. А зачем их оставлять, это же болячка. Начнём с того. С этой стороны покажу вам. Вот так. И смотрите, уже Вероника с ромашечками тоже хороша, правда? Здесь на подходе уже Леатрис. Это Леатрис. Кустик. Ну и, конечно же, подошли к этой Лилии. Она такая высоченная. Не была она такой высокой. В крайнем случае, у меня в том году цвела. Она где-то, ну где-то вот так была. Ну метр от силы. А это прям, ну так-так, ёлка-ёлка идёт. Вот так обойдём цветник. Показываю. Даже петрушка не мешает. Но мне не мешает. Сама она сеяла. Я не специально её сеяла, нет. Но хороша. Так, давайте обойдём с этой стороны уже. Коль мы зашли показать, коль я зашла показать вам цветник с этой стороны, мы можем пройти и посмотреть весь цветник. Он же у меня как двухсторонний. Вот дельфиниум, иноперстяночка. А здесь уже, смотрите, это платикадон. Зелёные листики. Платикадон. Там арочка. Конечно, солнце. Солнце не даёт такой окрас. Вас высвечивает немножко. Ну, я думаю, вам всё равно видно, правда? Так, здесь колокольчик. Вот такая картинка с этой стороны. Правка. Это сибирский ирис. А здесь у меня полярный медведь. Вот так развивается кустик метельчатой гортензии. Полярный медведь. Опять же рассказываю. Это гейхера. Это кто не знает. А там бересклет. Ну, вот такая вот картинка. С этой стороны. Тоже всё хорошо. Пока всё хорошо. Но я же говорю, сегодня 31. Вчера было 30. И, по-моему, 32 обещают. Так что будет жарко. Здесь тоже распустился уже. Распустилась Вероника. Выращенная из семян. Очень хорошее растение. Я так понимаю, что оно даже самосев даёт. Я где-то видела такие небольшие веточки. По-моему, Вероника. Посмотрю. Может, такой сорняк есть. Но мне похожи листики. Она и делится. Я делила. Пробовала осенью делить. Делится. Неплохо. Вот делёночку. Сейчас отойду. Вот здесь делёночка. Ну, то есть неплохо делится. И, по-моему, я же говорю, по-моему, самосев дают. И вот у меня... Сейчас я отойду. Чтобы тень не давать. Лилейник. Здесь на уголочке. Я всегда вам показываю его. жёлтым цветом. Жёлтый такой цветочек. Очень хороший лилейник. Тоже собирается цвести. Вот так. Хорошо всё. Здесь у меня казино. У нас так жарко. У нас 30 с чем-то градусов сегодня. Она пораспускалась. Этой розочке уже три дня. Она, бедняжка, уже печётся. Печётся на солнышке. Она тоже у меня была срезана. На уровне земли срезана была. Так что отошла. Ничего, и цветёт ещё. Вот такая. Это плетистая, в принципе, роза. Но она у меня молоденькая. У меня молоденькая. Третий год. Да, третье лето. Она была бы больше, конечно. Но обрезали. Покажу с этой стороны розочку. Тоже распустилась уже. Вот так. Это возиколонки и ромашечки. Колокольчик. Смотрите, как смотрится. Лаванда и колокольчик. Лаванда, правда, ещё не распустилась полностью. Только-только. Обещала показать, как цветёт ромашка девичья, хризантема девичья или перетрум. Может, кто не знает, посмотрите. Это тоже самосев. Самосев и хорошенький кустик такой получается. Если он один стоит. А если, конечно, будет густо, то он будет меньше. А так он такой хороший, хороший уже. Ну и там тоже цветёт мой клематис. Распустился. Но цветочки... Цветочки простые. Покажу вам розочку бриоза. Бриоза посажена в этом... Ой, вернее, осенью. Первый раз цветение. Ну, конечно же, первый раз. Потому что посадила осенью. Купила в питомнике. Вернее, заказывала в питомнике. Роза бриоза. Очень хорошенькая роза. Прям первый год и такая хорошенькая. Это в том году тоже посадила спрей. Осенью посадила, но без названия. Просто роза спрей. Вот здесь тоже маки цветут. Смотрите. Покажу вам, какие у нас уже каны. Они, кстати, очень долго не выходили. И непонятно, чего не выходили. Но уже появились. Хорошо. Там тоже дельфиниумы цветут. Смотрите. Два куста. И вы знаете, я решила, что сюда нужно. Наверное, оттуда я заберу немножко дельфиниума. И вот там посажу. Ой, собака услышала меня. Ну, там, где у меня были. Там, где растут, ну, росли луки. Я выкопала луки. Я там, наверное, посажу дельфиниум. Тоже будет неплохо. Кстати, вот он из семян дельфиниум. Смотрите, цветет и будет цвести. Зацвел и много дал, много-много дал. Смотрите, сколько, сколько всех цветоносов. Вот так. Так что вот там на следующий год, если все будет благо, как я хочу, то я там посажу дельфиниум. Потому что уж слишком много его. Вот здесь он хорошо смотрится. Пойдемте, покажу вам. Весь цветник или все цветы. Вот так панорамно, если вам будет видно. Это я, называется, со стоянки снимаю. Смотрите, как хорошо смотрятся цветы. Нравится мне дельфиниум, нравится она, перстянка. Да, нравятся такие цветы. И розы тоже нравятся. Все мне нравится. Вот смотрите, как распустилась уже флорибунда. А это самый первый цветочек. Смотрите, какой цвет. Розовеет. Хорошенькая. Какие они все хорошие. Как же я вас люблю. Какие вы хорошие. Это лафант. Это вот лилии на подходе. А там, смотрите, календула прицепилась. Ну, пойдемте, еще раз покажу. Мы уже домой едем. Так что, саду всему, нашему саду пока, да. Пока наша дача. Ой, как же это все мне нравится. Смотрите, какой хороший. Какой симпатичный. Какая... Сейчас подойду. А там стрелочка. Вот так смотрятся цветочки. А там уже распустилась лилия белая. Но это будет потом, по приезду. Мы через день приедем. Я думаю, все будет благополучно. И мы приедем. А я показываю вам дачу. Мы уезжаем домой. Всем пока. Всем удачи на даче. Субтитры сделал DimaTorzok